Новости Казахстана на Каплю. В студии работает Алексей Рыблов. Здравствуйте. Коротко о главных темах 22 февраля. Из 17 убитых в Мангестау только 12 человек погибли от рук полиции. Генеральная прокуратура обнародовала промежуточные итоги расследования женаузенской трагедии и призвала не верить тому, что публикует независимая пресса. Адвокаты экс-главы Казатомпрома Мухтара Джакишева по просьбе клиента отказались от участия в процессе. Очередное слушание по делу не состоялось. На юге республики прорвало Дамбуна. В одном канале число затопленных районов увеличилось до 10. Сегодня Генеральная прокуратура страны на спешно созванном брифинге огласила промежуточные результаты расследований кровавой бойни в женаузене. Упор сделала на данные о количестве жертв и пострадавших, а также тех, кто привлечен за организацию массовых беспорядков в нефтяном городке. Таким образом, по данным надзорного ведомства, из 17 жертв, которых официально признали таковыми, только 12 были расстреляны полицейскими. Они получили огнестрельные ранения. Двое участников боя не погибли от телесных повреждений. Один человек от ожога в ходе разграбления торгового дома «Сулпак». Еще один дробовых ранений, не связанных с массовыми беспорядками, заверяли в Генпрокуратуре. Что касается виновных, то по данным следствия, установленные привлекаются к ответственности 7 организаторов. 35 активистных участников беспорядков, 29 из которых содержатся под арестом, оставшиеся 14 под подпиской о невыезде. Наряду с этим, по различным статьям Уголовного кодекса, к ответственности также привлекаются руководители и сотрудники Департамента внутренних дел Мангестовской области, бывшие должностные лица местных исполнительных органов и топ-менеджеры нефтяных компаний. В официальном списке Генеральной прокуратуры не фигурируют три фамилии. Как сообщил представитель надзорного органа, это Джамбулат Тангиев, Юсуп Андамасов и Джилгазбай Узагбаев. Если Тангиев оказался жив-здоров, то исчезновение Узагбаева и гибель Андамасова зарегистрированы в правоохранительных органах, заверил Суиндиков. Проведенная судебно-медицинская экспертиза не выявила на трупе Андамасова каких-либо телесных повреждений. В то же время в его крови обнаружен этиловый спирт. По результатам проверки, возбуждение уголовного дела по факту смерти Андамасова отказано ввиду отсутствия события преступления. Законность принятого процессуального решения проверяется. Как пояснил Нур-Довлет Суиндиков, тело Юсуп Андамасова было найдено в подвале одного из домов Жанаузена 23 декабря. Супруга погибшего Акмарал Шуагбаева якобы рассказала прокуратуре, что на протяжении последних трех лет муж не проживал с семьей и систематически злоупотреблял алкоголем. Но никаких следов побоев на теле Юсупа обнаружено не было, уверяют в прокуратуре. Между тем сама Акмарал рассказывала депутатам, приезжавшим в Жанаузене, журналистам о том, что у нее есть много свидетелей, которые видели, как за ее мужем гнались люди в форме. Она уверена, Юсуп погиб от рук ОМОНовцев. Мой муж умер во время беспорядков. Он не был ни среди зачинщиков, ни тем более среди бастующих. Он ни разу не стоял на площади вместе с бастующими. В тот день он шел вместе со своим другом к знакомым. В четвертый микрорайон. Увидев двоих молодых людей, за ними гнались ОМОНовцы. Друг, который был рядом, успел сбежать, а его задержали. Причем все это происходило возле дома. Есть свидетели, подтверждающие, что его избивали дубинками. Его не задержали, но убили. Затем тело моего мужа спрятали в подвале 39-го дома. Обнаружили его только тогда, когда тело стало разлагаться. Большую часть спешного брифинга Генеральная прокуратура посвятила сегодня средствам массовой информации. Похоже, не менее важной целью было пригрозить уголовной ответственностью независимой прессе, которая позволяет себе давать альтернативную версию событий и другие данные о количестве жертв. В надзорном ведомстве заявили, отдельные СМИ распространяют ложную информацию, чем вводят в заблуждение граждан и мешают ходу расследования. Вымыслом и дезинформацией назвали сегодня в Генпрокуратуре публикации независимых СМИ о событиях в Жанаузене. Вернее, о последствиях массовых беспорядков. В число провокационных по выражению надзорного органа СМИ попали российская новая газета и казахстанское издание «Голос республики». Представитель надзорного ведомства посетовал, что жители мятежного города не сотрудничают со следствием, зато охотно раздают интервью прессе. Небезвозмездно заключили в прокуратуре. По имеющимся данным, предоставление им за определенную плату жареных фактов о тех или иных деталях массовых беспорядков и их последствий даже успело превратиться в бизнес. Попытки следствия перепроверить информацию свидетели и очевидцы воспринимают как оказание давления, жаловались в Генпрокуратуре. Суть обвинений к СМИ сводится к одному – все переврали. И то, что ищут массово без вести пропавших жанаузенцев, и то, что в моргах содержат десятки невостребованных трупов детей из детского дома, оказавшихся на площади в день беспорядков, и то, что полицейские сами поджигали юрты и грабили магазины. Но главная, пожалуй, претензия – то, что пресса раздула количество жертв и пострадавших в ходе беспорядков. Корреспондент «Новой газеты» категорически не согласна с обвинениями главного надзорного органа. Та цифра, которую я озвучила, да, 73 человек, это не моя цифра. Цифра тех общественных комиссий, которые сейчас работают, жена и денег, агент руководителя, хотелось бы пожелать заняться своими непосредственными обязанностями. Например, выяснить имена стреляжных полицейских, имена давших приказ, имена полицейских, которые из Базарбайки-Забаева и пытали других содержанцев. Имена женщины из РАНО, которая вывела детей на площадь. Пускай прокуратура устанавливает все это, а не борется с журналистами, потому что с нами бороться все равно бесполезно. Но генпрокуратура не сдается и обещает впредь также тщательно проверять всю публикуемую в прессе информацию о женаозенских событиях, выявлять источники и привлекать дезинформаторов к ответственности, вплоть до уголовной. Речь прежде всего идет о представителях масс-медиа, причем не только казахстанских, но и зарубежных. В надзорном органе заявляют, что смогут это сделать. При этом представители прокуратуры не задаются вопросом, почему герои публикаций больше доверяют в живой, по их мнению, прессе, нежели честным и доблестным стражам порядка. Булат Абилкасимов, Нурбулат Исаев, Астана, Казахстан. Символично, что именно сегодня президент страны Нусултан Азарбаев принял в своей резиденции генпрокурора Асхата Даулбаева. Глава надзорного ведомства среди прочих вопросов доложил Елбасе о результатах расследования женаозенских событий. Правда, по уже сложившейся традиции, видео распространили без звука, а в сопроводительном тексте не говорится о подробностях прокурорского рапорта. Зато в пресс-релизе Аккорды сообщается, что Асхат Даулбаев рассказал лидеру нации, правоохранительные органы в два раза больше зарегистрировали преступления, чем в прошлом году. При этом поспешу успокоить. Это не говорит об ухудшении криминогенной обстановки в стране. Более того, в Казахстане, как выяснилось, из бодрого отчета генпрокурора, неумолимо снижается количество тяжких преступлений, разбоев, прибеже и убийств. А общий рост преступности достигнут благодаря полной регистрации всех правонарушений за счет того, что полицейские стали меньше скрывать их от учета. А все потому, признался глава надзорного органа, что в Казахстане с недавних пор ввели электронную систему регистрации заявлений граждан и учета всех преступлений. Депутаты Европарламента добиваются правды о событиях в Жан-Аузене. Почти сразу после слушаний в Брюсселе, в Мангастау, прибыл представитель Европейского парламента Петр Борис. Он встретился с местными властями и жителями нефтяного городка. В основном с родственниками арестованных и пострадавших во время декабрьских беспорядков. Подробности визита иностранного гостя в следующем материале. Исполнительная власть, кажется, еще не получила урок из событий в Жан-Аузене. По словам жителей, местные власти не хотят слушать пострадавших и их родных. Поэтому жители поспешили на встречу с депутатом, прибывшим из Европы. Им есть что сказать тем, кто выслушает. Моему сыну 26. Пуля попала в ногу и руку. Полиция теперь его обвиняет в том, что он кидал камни и взяла под арест. Находится под арестом полтора месяца. У него ребенок, жена. Не знаем, что с его ногой. Говорит, что хорошо. Но мы еще не видели. Специально явно спланирована провокация. Это заранее было организовано. Провокация. Я тебе прямо говорю, 15-20 молодых ребят было. Куда потерялись? Я думаю, детдомовские ребята. Но факта нет. Ни одного из тех ребят нет. В прошлый раз меня тоже допросили. Я сказал, что видел ребят, одетых в форму, только что поступившую со склада. Этого нет. В итоге давят на раненых. Депутат Европарламента от Польши Петр Борис смог разговаривать с женаузинцами только полчаса. Запланированную на встречу с жителями города два часа забрала исполнительная власть. К тому же официальная сторона, пожелавшему встретиться с народом депутату, посоветовала на встречу не ходить. Потому что там собрались несколько десятков человек. Среди них могут быть провокаторы. Сказали, важна ваша безопасность. Тем не менее, Петр Борис на встречу с женаузинцами пошел. И донес до них результаты встречи с официальной стороной. Объeцал нам прокуратур. Прокурор нам обещал. Что есть в stanie spotкать się с каждой особой, которая есть świadкой и может до целого zdarzenia внести новые информации целью выяснения правды. Прокурор пообещал нам, что все те, которые являются свидетелями событий, декабрьских событий, что каждый может прийти и рассказать то, что видел, то, что помнит. Однако народу ответ, данный исполнительной властью депутату, не понравился. Они пожаловались ему, что не нужно пытаться заставить их верить власти. Они еще не знают прокуратуру наших, да? Все написала прокуратуру, да? Все это написала, да? Но они из-за этого моего, это, ну, что я видел, было свидетелем, да? Они меня сделали свидетелем. Но вместо того, чтобы это расследовать, да? Они, наоборот, за мной охотятся. Они хотят меня посадить. Я говорю, вместо того, чтобы найти эти убийства, эти поджигатели, они за нами охотятся. Мы боимся все. На правду наказ. На правду наказ. Мы боимся. Мы боимся. Мы в нашей милиции, в нашим органам не верим. Вообще не верим. Ни прокуратура, ни судья. На встречу с евродепутатом пришла и 73-летняя Шандо Саже. Она рассказала о наушениях закона и о том, что не может увидеть находящегося в следственном изоляторе младшего сына. Когда я иду к сотрудникам правоохранительных органов, они меня толкают в грудь, говорит бабушка, и просит помощи депутата. Господин Петр Борис пообещал довести все увиденное им до своих коллег в Брюсселе. На основании полученных от людей документов, евродепутаты напишут в Астану письмо. Желудысту Лео, Виктор Гутижа, Наузень, Казахстан. Любопытный прецедент произошел сегодня в Сараракинском суде Астаны. Адвокаты экс-главы газетампрома Мухтара Джахишева принесли письмо, в котором известили, участвовать в процессе не могут. Сам подсудимый тоже отказался присутствовать на слушании. Заседание не состоялось. Булат Абилкасимов поговорил с адвокатами. Сегодня защитники Мухтара Джахишева явились в суд к началу очередного слушания. Но заходить в зал не стали. Напомним, накануне экс-глава газетампрома распространил два заявления. В первом, адресованном адвокатскому сообществу, отметил, от их услуг отказывается. Во втором письме уведомил суд, что не будет больше участвовать в процессе, пока дело рассматривается в закрытом режиме. Нурлан Бесикеев и Павада Типсаева с доводами клиента согласились. Поставили суд в известность. Присутствовать на разбирательстве не могут. Служители Фемиды адвокатам так и не ответили. Нам кажется, что у суда только в данной ситуации один выход, это назначить ему адвокатов. Мухтар Анатольевич, во-первых, от услуг такого адвоката откажется, потому что примерно уже было для него первое уголовное дело. Во-вторых, просто уголовно-процессуальный закон запрещает назначать адвоката против его воли. Мы заявляем, что вопреки воле нашего подзащитного мы не можем действовать. Поэтому мы в течение часа ждали. Раз официального ответа нет, мы покинем, наверное. Таких прецедентов, чтобы человек остался без адвоката совсем, в Казахстане не было, говорят эксперты. Даже если Джакишев отозвал защитника, ему должны предоставить другого. Однако случай сложный. Как утверждают законники, в стране очень мало юристов с секретным допуском. Выход подсказывает эксперт комиссии по правам человека при президенте Владимир Левин. Он убежден, суд должен быть открытым, а лучше даже с привлечением присяжных. А вот ответов на ультиматум подсудимого может быть два. Служители Фемиды либо пойдут на вынесение заочного решения, либо велят доставить Джакишева силой. Нет, они его и приведут. Они его и приведут. Потому что он сейчас находится под следствием, и это... Он ограничен в правах, его насильно приведут. Он просто будет сидеть и не будет ничего говорить. Адвокаты необычного клиента сегодня прокомментировали и его физическое состояние. По словам Нурлана Бейсикеева, здоровье Джакишева оставляет желать лучшего. На одном из заседаний экс-топ-менеджеру даже стало плохо. Пришлось прерывать заседание. Повторного обследования так и не дождались. Булат Абилкасимов, Нурбулат Исаев, Ермия Камиров, Астана, Казахстан. Генеральный секретарь УСДП Азата Миржан Кусанов тщательно следит за ситуацией вокруг бывшего топ-менеджера Казатампрома. Он считает, что у властей нет четких доказательств вины Джакишева и поддерживает его решение не присутствовать на слушании. Если у власти были бы четкие аргументы, доказательства убедительной вины Мухтара, что мешает провести открытый процесс, показать его как расхитителя собственности, который занимался преступными делами. Этот процесс будет иметь очень большие плачевные последствия для режима, для корды, для инициаторов беспрецедентного преследования Мухтара Джакишева. А заместителем Мухтара Джакишева Рустема Турсунбаева экстрадируют в Казахстан. Принудительное возвращение вице-президента Казатампрома, которого обвиняют в присвоении 20 миллионов долларов под контролем правоохранительных органов. Это сегодня в Астане подтвердил официальный представитель ведомства. Турсунбаева арестовали вчера в Канаде, но по сообщению отдельных источников, Интерпол задержала их топ-менеджера еще 12 дней назад за нарушение иммиграционного законодательства. В Канаде Турсунбаев с 2009 года вместе с семьей жил в особняке стоимостью свыше 3 миллионов долларов, пишут зарубежные издания. Информацию о задержании Казатампромовцы накануне подтвердили и в МИДе. Сейчас решается вопрос об экстрадиции. Интерпол непосредственно по этому поводу. Международная Интерпол, значит, заявлено было о прозыске данного гражданина. И мы сейчас, в данное время, будем проводить все мероприятия по экстрадиции. Генеральная прокуратура Казахстана не уверена, сбежал ли политик и бизнесмен Мухтар Аблязов из Англии. Напомню, на прошлой неделе высокий суд этой страны приговорил бывшего банкира к 22 месяцам тюрьмы. Сразу после оглашения приговоров Аблязов мог удариться в бега. Предположение сделал Стивен Смит, адвокат БТА, который подал серию исков в британский суд против опального финансиста. БТА утверждает, что деньги из банка выводились Аблязовым и его сообщниками через выдачу поддельных кредитов. Общая сумма всех исков около 5 миллиардов долларов. О том, где сейчас находится Аблязов, достоверной информации пока нет. Насколько мне известно, принимаются меры по установлению новостанок и деньги. Я не смешал. Не могу утверждать. Средний зять президента Тимур Кулебаев впервые после декабрьского увольнения с поста главы ФНБ Самрук Казана появился на публике. Сегодня он участвовал в съезде Национальной экономической палаты Союза Томикен. Выглядел довольно бодрым и деловым. В качестве председателя президиума Кулебаев поблагодарил бывшего руководителя палаты Азата Перуашева, который сейчас депутат в Можелесе. Обещал поддерживать партии, которые будут поднимать в парламенте проблемы бизнеса. К слову, партия бизнесменов в Нижней палате себя позиционирует так жёл, во главе опять же с Перуашевым. После комплементарной части от Амикеновца перешли к делу и сходу предложили государству направить средства нацфонда на поддержку бизнеса. Напомню, фонд создан президентом. Одна из главных его задач – это накопление средств для будущих поколений. При этом Кулебаев, по всей вероятности запутавшись в собственных противоречиях, считает, смешивать бизнес и политику не стоит, уж слишком неудобоваримый микс получается. На месте политический процесс не стоит. Я считаю, не исключаю то, что кто-то из бизнесменов захочет более активно участвовать в политической жизни. Совмещать этих два вопроса не стоит. Надо заниматься полноценно чем-то одним. Или заниматься бизнесом полноценно, отдаваться этому, потому что это тоже вид деятельности, или заниматься политикой. А в Алмате к СИЗО, как на работу, продолжают ходить гражданские активисты. Коллега журналиста Игоря Винявского пришла сегодня с плакатом. Она настаивает на том, чтобы газетчик освободили. Подозрения силовиков о том, что Винявский призывал к свержению, строя пикетчик, считает надуманными. Акция в рамках акции «Свободный Игорь». Мы требуем, комитет по защите Игоря Винявского требует выпустить его на свободу. Ну, все вы, естественно, понимаете, что статья, которую мы импормируют, она совершенно абсурдна. И, естественно, мы хотим добиваться любыми способами, чтобы его выпустили на свободу. Тем временем супруга Винявского сегодня сообщила, есть изменения. Сразу после визита в Алматы депутата Европарламента Петра Борис, который следит за делами журналиста и политика Владимира Козлова, Лане Винявской разрешили видеться с мужем без преграды в виде стеклянной стенки, как это было раньше. А вот в случае с Козловым таких пославлений нет. Напомню, накануне суд отказал супруге оппозиционера, которая пыталась оспорить решение следователя, а не допускать женщину к супругу в качестве защитника. Так что сегодня к СИЗО ДКНБ с плакатом пришел еще один пикетчик уже в защиту прав лидера Алги Козлова, который подозревается в разжигании социальной розни. Три недели не знаем, где находится Владимир Козлов. Нигде во всем мире такой права нет. Если попадаешь туда правоохранительным органам, обязательно должны они нам, общественности, знать, где, как он находится, за что. За что его обвинять мне очень непонятно. Кстати, во время акции журналисты смогли наглядно убедиться, информационный заслон Козлова по-прежнему силен. Во время пикеток к СИЗО подошел местный пенсионер Юрий Иванович Храмов решил передать продукты Алгинцу. Но, заслышав причину общения, связь с СИЗО тут же оборвалась. Передачу пенсионеры не приняли. Как передать Владимиру Ивановичу Козлову? Я горжусь ему у отцы, у православных праздников, масленицей. Принес ему блины, шерстяные носки, чай и прочие мелочи. Вначале поздоровался, а сейчас молчит. Алло, вы мне ответьте? Вот так, полнейшее бездушие. А в семье сотрудники Комитета национальной безопасности выдали постановление на арест квартиры, в которой находится офис регистрируемой партии Алга. Перед этим руководителю филиалов Атиме Косеновой позвонили из ДКНБ и потребовали явиться с ключами от офиса и доверенностью на управление недвижимостью. Косенова отказалась, так как была за городом. Но сотрудники комитета долго ждать, видимо, не любят и пришли сами. В итоге офис могут упечатать, а самой Косеновой взята подписка о неразглашении тайны следствия. Я хочу заявить, что даже если арестуют квартиру, в смысле, она и так арестована, а печатают эту квартиру, отнимут, продадут, заложат, что угодно, мы будем действовать из своих квартир. Каждая наша квартира превратится в офис партии Алга, и мы будем продолжать делать дело по защите наших незаконно арестованных активистов партии. И это мало не покажется, когда один офис в городе или несколько офисов. Каждая квартира будет боевым штабом по защите политических заключенных. Осужденная юрист профсоюза нефтяников АО «Каражанбасмунай» Наталья Соколова отказалась от номинации на премию международных профсоюзов. Не так давно на соискании этой премии ее выдвинул профсоюз Женарту и Норвежский хельсинский комитет при поддержке Бюро по правам человека. О своем решении Соколова сообщила по телефону представителю казахстанского бюро Розе Аклбековой. Наталья мотивировала свой поступок тем, что есть более достойные активисты гражданского общества. Она от премии свободы тоже отказывалась. Это премия АУК ДВК, по-моему, вручает. И она от нее отказалась в пользу более активных, как она сказала, людей, которые действительно, по ее мнению, заслуживают намного больше, чем она. О социальной разнице заговорили чиновники. Акима Тараусской области заявил в прессе, что в прошлом году в регионе выявлено более 30 случаев ущемления прав казахстанских работников по сравнению с иностранными наемниками. Подобное повторилось и в этом году в компании «Теньги Шевройл», утверждает Бергерис Калиев. Требует законодательного решения вопрос, связанный с разницей в оплате труда, состоящих на равных должностях казахстанских и иностранных работников ТШО и Аджип ККО. В отдельных случаях эта разница достигает десятикратного размера в пользу зарубежных специалистов. По данным Акима, за строительно-монтажные услуги отечественный персонал получает от 17 до 44 долларов в час, а вот иностранцам платят от 100 до 150 евро в час. Местные власти не добились устранения разницы в зарплате, пунктах, контракте и бытовых условиях. Теперь предлагают обязать работодателей в законодательном порядке соблюдать равные права. Примечательно, о подобных проблемах в соседней Мангустаусской области в 2011 году заявляли работники ТО «Ерсайка» с конконтрактором, часть которого принадлежит итальянцам. Они говорили, их ущемляют в правах с иностранцами. Люди даже бастовали, но работодатели-чиновники проигнорировали протест рабочих. В это же время юрист профсоюза Кражанбас Мунаи Наталья Соколова, предприятие «Китайской доли участия» заявляла, что нефтяники получают меньше, чем на других предприятиях отрасли. За это ее обвинили в разжигании социальной розни. Судили на 6 лет. От наводнений в Южном Казахстане пострадало уже 10 районов. Угроза подтопления сейчас сохраняется в Атырарском районе. Там в ночь на 22 февраля произошел прорыв обводного канала, что создало подтопление нескольких населенных пунктов. Мероприятия по ликвидации последствий подтопления продолжаются. Вице-министр ЧАЭС Валерий Петров провел оперативное совещание по ликвидации последствий паводка и недопущению повторного подтопления населенных пунктов. Для оценки реально сложившейся ситуации проводится обследование территории. В пострадавших поселенных пунктах силами воинской части укрепляются берега рекоканалов, проложены дополнительные арыки для отвода воды. В наиболее пострадавшем от наводнения поселке Тимирлановка, где талами водами было подтоплено 31 улица и около 500 домов, создан оперативный штаб под руководством Акимова области. По ортополистическому району ведутся работы. Там работают уже 110 техники, специальная техника. Ну и создана специальная комиссия. Сейчас они подсчитывают ущерб. В Павлодарской области эксгумация тела Александра Дивина, погибшего после беседы со школьным учителем, закончилась скандалом. Начавшую процедуру специалисты отказались работать в присутствии журналистов. Сотрудники правоохранительных органов препятствовали работе СМИ и всеми способами пытались запретить съемку процедуры эксгумации. Согласно протоколу, у меня есть протокол данного следственного действия. Есть исчерпывающий круг, присутствующий и участвующий в данном следственном действии. Вы, как участники, здесь не допущены. Около часа журналисты пытались пройти на территорию кладбища, где проводилась эксгумация тела погибшего школьника. Полицейские буквально перекрыли пути ко входу, ссылаясь на какие-то документы, которые якобы запрещают присутствие прессы во время следственных действий. В итоге представители СМИ все-таки удалось зафиксировать начало эксгумации. Напомню, 16-летний подросток был найден мертвым в подвале своей школы. Как выяснилось, мальчик умер сразу после беседы со своим учителем. По факту смерти возбуждено уголовное дело и назначен ряд экспертиз. Однако подозреваемых в деле все еще нет, а судмедэксперты так и не могут точно определить, от чего именно умер школьник. Родные погибшего называют все это не иначе, как издевательством. Это вообще издевательство, это кощунство какое-то, я не знаю. Это не так, я не ожидала, что так будет. Они сами дошли до изгумации, сказали, что изгумировать ребенка. Но тут какой скандал получился, вы же видите. Инвалиды-регрестники решили обратиться к президенту Казахстана. Их не устраивает неравенство, возникшее после внесения поправок в Гражданский кодекс. Перерасчета сумм возмещения вреда через аннуитительные выплаты они так и не дождались. Распоряженцы и аннуитетчики. Два лагеря. Люди, получившие травмы, люди, получившие профзаболевания, которые... Ну, их разделять нельзя, но они были разделены. Кто-то получил этот перерасчет, кто-то до сих пор его ждет. Естественно, люди в поисках правды, волнения начались. По словам регрестников, часть людей уже с апреля 2011 года по распоряжению Казахмыса получили выплаты. Тем же, кому деньги поступают через аннуитетные компании, повышения до сих пор не сделали. Между тем, в корпорации ссылаются на поправки. Гражданский кодекс уверяет, делается все возможное. В Гражданском кодексе пункт 6 статьи 938 говорит о том, что выплаты должны производиться, но он не распространяется на аннуитетные компании страховые. Получается, что те инвалиды-регрессники, которые заключили договора с аннуитетными компаниями, они подвергаются правилам данного договора. В Алматы 6 нотариусов судятся с Министерством юстиции, его комитетами, департаментом, а также АОНИД, которое предоставляет коммуникационные услуги. Они просят суд признать действия этих объектов незаконными. Напомню, Минюст обязал нотариаты вносить заключение сделок в электронный реестр, но те считают, что это нарушает статью 15 закон о нотариате и мешает сохранению частной тайны. Накануне иск нотариусов принят в дело производство. Суть претензий чиновники требуют от нотариусов заключать договора на предоставление услуг единой нотариальной информационной системы. Она разработана компанией НИД. Специалисты недоумевают, почему их база данных и сведения, которые сохраняются за законом, должны попадать в ведение частной фирмы. Некоторые эксперты отказались выполнять новые правила и за это поплатились. Строптивых лишили лицензии, теперь нотариусы решили это оспорить в суде. Как стало известно сегодня, судья назначил дополнительное исследование. Его смутило, что КНБ подтвердил, у АОНИД нет лицензии на информационную безопасность. До дня несогласия, которое объявила оппозиция, 25 февраля осталось всего ничего. Митинги против арестов оппозиционеров, якобы организаторов, беспорядков в женаусене и преследований независимых СМИ пройдут в нескольких крупных городах республики. Корреспонденты в Караганде поинтересовались у граждан, поддерживают ли они идею проведения митинга и вышли бы на улицы своего города. Нужны такие мероприятия. В любом случае, это как один из признаков демократии. Я думаю, считают, что это нормально. У каждого, то есть, если в России подобного рода происходят демонстрации, да, то есть марш несогласных, то же самое. Но если и здесь подобное происходит, то есть в любом случае властям запрещать не стоит. Главное, чтобы все это просто было в рамках дозволенного. Ну, я думаю, что марш несогласных – это проявление демократии. А раз у нас демократическая страна, то, да, и можно было бы сходить, посмотреть. Дело в том, что те, кого прессуют за то, что они рассказали, в данном случае демократия вставится под сомнение. Я бы не пошла. Государство и власть надо уважать. Вы думаете, что то, что правильно, что ли, в данном день, то, что было? Это же неправильно. Надо ловить тех, кто вообще в данном… тех ловить, кто вообще виноват, на самом деле виноват, а не тех, кто вот таких, что журналистов там ловит, вообще левых, можно сказать так. Далее новости Кыргызстана. Я прощаюсь. Удачи вам.